здравствуйте здравствуйте сегодня у нас 21 апреля 2015 года канал подготовка программ плохие новости я вячеслав мальцев со мной студии 2 2 боджанин и у нас прямой эфир да я чувствую да вот от наших спонсоров вопросы олег из приморья спрашивает сегодня олег первых сказал что не достигла дна и это когда она взлетела до 63 64 значит это был локальный максимум на медвежьем тренде и скоро она обвалится к ко всем чертям я так переведу до этого но вопрос собственно почему говоря что она стремится все время к 60 вот такая заветная цифра причем почему даже никто из вот аналитиков нефтяных не видит эту цифру мы постоянно твердим 60 60 60 так они почему-то не видят они у них там на копеечку поднялась все это она рванула там неизвестно куда там на копеечку упала все обвал вот вот это какая-то магическая цифра я не специалист в области торговли нефтью и не специалист в области так как ее выкачивание переработки поэтому я не знаю почему эта цифра мы когда-то предположили еще давно когда она была там на 86 что говорят что там если будет 57 это была официальная цифра то это будет выгодно вот этот предел так сказать рентабельности вот 57 и мы говорим ну значит магическая цифра будет 60 так она и вышла вот магическая цифра 60 и может быть чуть чуть пониже поэтому здесь нет ничего такого она не будет никуда пока бежать и никуда падать сейчас во всем мире такое произошло затишье выдохнули и такие и принюхиваются до черт черт дальше произойдет потому что никто ничего не понимает вот юрий спрашивает но тут два вопроса я не буду долго зачитывать как вы относитесь к живой этики то есть огни йоги я ничего правильного нормально их могут очень-очень раз этом рекомендует почитать книжку лео бранта письма живой этики видение в огне йогу я ничего общения но я как и все знаю что есть йога я ранил бы я конечно читал еще в помню в юные годы впервые нашел книгу отца про индийскую философию введение в индийскую философию называлась и вот так как раз про джайнизм про йогу про буддизм конечно это вот впервые там не лет 12 на вели тогда прочитал и многие вещи понял поэтому я нормально вообще к любым индийским практикам и философиям отношусь потому что я не вижу в них сатанизма там дьявольского чего ноги и предлагает их ввести школьную программу всякую не знаю здесь тоже нет но я думаю что не в качестве практики а в качестве никого культурного так сказать в качестве учения активы вообще можно все что угодно рассматривать то есть ли знаний лишних не бывает да и вот вопрос такой тоже от юрий когда будут дебаты со светланой михайловна пил новой собирались вроде провести вот у нас вот да сложно сегодня мне человек скинул информацию он спросил как мы насчет того что провести дебаты с ярышем потому что на него вышли да он созвонился с его каким-то помощником там скажет да никто вообще и ни сном ни духом то есть информация не первый раз такая да ну мы говорили что уже с одним человеком тоже пытались связаться нам четко прислали телефон да и телефон оказался того самого человека но он ни сном ни духом поэтому ну честно говоря тут у нас возникло до 222 вопрос это может либо вот на 1 такой как бы подход ну как сказать телефон есть но они договорятся до условно говоря либо может быть это вот ну какая-то провокация со стороны органов но тогда уж совсем глупая провокация не знаю чего они добиваются да так что вот так а мы не против и вот значит от александра привет вячеслав эдуард смотрю вас записи с 11 14 год но с ноября 14 ну пожелание чтобы в семнадцатом году точно взяли власть потому что клоуны должны работать цирке они в кремле и сидеть но это твое выражение на ците много вот и вопрос собственно как два даже вопроса как будут вести себя цены на недвижимость в европейской части в ближайшие годы ну про год это невозможно сказать нужно сказать что сейчас вот в той ситуации в которой находится россия в любой части цены на недвижимость расти не буду но если какой я я не могу прогнозировать там элитное жилье где-нибудь там в москве к за какие-то там триллиарды долларов за квадратный метр не могу потому что это совсем другой категории граждан относится который сейчас зарабатывают больше они сейчас больше получают вот эти люди которые вокруг путина поэтому чем там будут покупать я не знаю вполне возможно что они что-то будут вытаскивать из-за рубежа и здесь что-то приобретать хотя я не понимаю зачем приобретать они и так отнять могут зачем поэтому а так ну любая недвижимость том числе и коммерческая при затухании коммерции она дешевеет это аксиома и вот еще тоже вопрос вопрос мальцев почему ты проект цару вот я же не спрашиваю тебя почему ты дурак а вот уже спросил я даже не спрашиваю мне так понятно вопрос будете дружить с японией против китая имеется ввиду когда планер как было как бы использовать японию в переговорах разговорах и в отношении с китаем конечно необходимо это просто такой краеугольный камень там на дальнем востоке ну как можно обойти японию не перепрыгнешь она очень маленькая казалось бы но и не перепрыгаешь есть очень маленькие страны которые нельзя перепрыгнуть нужно понимать ну конечно ну вот на сегодня все большое спасибо всем кто нас поддерживает мы в общем-то за счет у вас и существует да спасибо значит вот они ханикич нам написал новость про сама антифашистов фейк шутка появившись на юмористическом сайте а вы повелись но мы не повелись мы ее и рассматривали как некое такое повод некий пошутить поэтому фрейк или фейк в любом случае это очень хорошая была шутка так в екатеринбурге местный цирк подготовил к 9 мая в котором обезьяны и собаки переодетые форму фашистов вот тут такой самый фейк а еще один фейк нет я думаю что это не фейк это владимир нам написал а уже мы не знаем а вы в курсе что в украине присутствует канал рада вот бы в россии такой только дума но мы говорим о том что а там же у них как какие-то были раньше парламентские часы вроде бы они хотели цели оказывает прямо на или до онлайн но он надевали это оказывать вот онлайн нужно показывать все каждый кабинет каждого депутата вообще что там происходит вот это должно быть онлайн на что его работа имеет какую-то секретность что депутат там сидит над законами работать должен вот мы посмотрим сидит он там или сидит я вас уверяю что его там нет что-то вообще никого нет что большая часть кабинетов закрыта там уже все поросло пылью так что так огонь с новой силы разбушевался в хакасии на этот раз огонь поглотил уже 24 нектара земли вот тут как у нас будут новости сегодня про огонь да про огонь поговорим об этом значит вот сегодня завтра вернее у нас юбилей до столетия такой вот стали 100 лет назад на реке ипор было применено химическое оружие то есть ну некоторые ошибочно считают что вот на реке ипор 100 лет назад был примененный при дней при был применен был применен хлор айприт саж в семнадцатом году только применили ну вот как бы тем не менее от этого история современного химического оружия отчитывается понятно что химическое оружие в каком-то виде был всегда когда в общем-то забрасывали всякие там вонючие вещи в крепости к противнику и так далее ну вот причем надо отметить что в еще в 1899 году на гадской конференции был принято решение не использовать оружие которое травит ядом людей ну то есть ядовито имеется ввиду химическое оружие представлять вот тогда уже была договоренность не использовать химическое оружие а никто эту договоренность соблюдать не стал и все все страны участники использовали химическое оружие потом была следующая договоренность о том что это оружие массового поражения человеческое и так далее и и замечательно муссолини поплевал на это и облил всю эту абиссинию новых господи эфиопии до эфиопию всю облил химическим оружием уничтожив огромное количество людей и в общем сейчас когда говорят что вот там есть какой-то договор а поэтому что-то не случится это все ерунда химическое оружие хороший показатель того что все может случиться и шанс покой и почему спрашивают а вот гитлер не применял химическое оружие но правильно мне применял потому что она мало эффективно конечно в африке где муссолини поливал там негров она эффективна да вот в европе или в каких-то холодных местах там конечно она не эффективна поэтому он и не стал возможно может быть какие-то еще у него другие причины были так что будем смотреть как будут развиваться события с нынешним оружие массового поражения то есть ядерного оружия вот очевидец заподозрил сотрудников амурской авиабазы в умышленном поджоге сухой травы и фотографии выложил в интернет да вот странные фотографии выложили причем я так понимаю что это не фейк вот стоит вертолетик как видите все тихо и спокойно он приземлился сначала да да потом потом вот он значит он загорел рядом травка загорелась потом много травки загорелась потом вообще все вокруг загорелся там граждане какие-то а потом вертолет улетел видно что он улетает потому что воздух огонь прибил и дым пошел такой сильный в общем вполне нет а я я смотрел я понял так что это есть тот самый пал травы для чего-то или нет может быть ну я вообще подумал что пожарники они на красный может быть от пожарники которые выжигают траву для какой-то цели может ограде от заградительный да мы вполне допускаем но вот как все весьма странно выглядит конечно а вообще с этими этими самыми ну как бы сейчас вроде бы вот многие пишут ну как бы оттуда очевидцы что это действительно поджоги населения они просто деньги таким образом как-то пытается получить государство ну ты же ты же сказал 4 миллиона на дом там уходит да ну пусть даже за вычетом не одно кто им это даст им какие-то построить гневушки за 300 рублей может быть им дадут каких-то денег и они скажут что мы возьмем эти деньги там и свалим отсюда как это вообще что значит у меня мысль такие они конечно совершают специально с самого начала самого начала я думал ну как бы не старался не высказывать сейчас уже можно наверно в том плане что нет не так это зловеще выглядит я вообще думал что это сделано специально для того чтобы заставить они же очень здорово пытались весь позапрошлый и прошлый год протащить закон если ты помнишь об обязательном страховании жилья там дачи так далее то есть такой осаго только для домов понимать потому что мало ну мало им денег поэтому вполне хакассия для этого очень хороша ну там вроде как немного всего то есть и и горит хорошо и и страшно до раз полыхнула а теперь сейчас вынесут опять те старые покрытые пыль и документы до о том что надо незамедлительно всех заставить страховаться ну для них это страховкой просто вот они убийцы готовы лишь бы топ ты застраховал чего-нибудь понятно деньги живые и отдавать не надо ну да да вот тут путин у нас в хакассию прибыл этот глава хакассии зимин сказал посадите нас чуть попозже дайте поработать это такая шутка такая знаешь которая должна характеризовать путина такого как сталина чтобы все рукоплескали видите вон как голова там боится а ты знаешь мы в каждой шутке вот я вижу в этой шутке именно то что он боится моя душа ничего да боится он он сыт кипятком это написал то есть он думает что в голову путина в бреде взбредет как сталина да помнишь как перед сталином боялся он может и посадить а может и наградить наградить да все от него зависит поэтому вот он и перед ним и как сказать и как ужом вертится до хихикает подхихикивает ему там шуточки такие отпускает это явно от страха но муж ты прав не знаю как тут не пытался анализировать психологию головы как хакассию вот он с одной стороны вот вот по этой фразе видно он с одной стороны хочет выглядеть таким независимым таким мы это самое с другой стороны он чему ну вот он рад распался перед путина ну ну чё они все такие на что лучше москве сгорел ночной клуб которым собирались члены байкерского движения ночные в движения кто это когда это не стали движения на да вот этот хирург заявил заявил что это поджог потому что загорелась сразу с нескольких сторон как воронья слободка но обычно если сгорать с нескольких сторон знаешь подожгли свои ну тут как-то классика классический вариант до этой быкова не читал стихотворение посвященное злодостану не и его поездки в польшу забавный такой но смысл такой что вы зря их не хотите пускать вот как ты говорил вы их пустите пускай они приедут на них посмотрите все дела только обратно не надо к суда пускать наш они нам тут надо и но это смысл такой я передаю на смешное тихотворение до их гендиректор тнк а но это тихоокеанской мостостроительной компании который занимается строительством космодрома восточный вот его арестовали я так понимаю теперь вот он отпущен под залог этот деревню до того же не стерен когда которого арестовали замажем я бы не отпустили да ну что тут конечно вот до этого никто не мог понять что деньги расхищаются да то есть месяцами люди не получали зарплаты ты представляешь из чего там строит этот космодром если они даже зарплату украли там вообще там значит там где должен быть какой-то метод бетон там тысячных всяких номеров он там хорошо если двухсотых если им три месяца зарплату не платили я стройбать служил я знаю вообще чё это такое и знаю на чё на чё они продавали все конец нам никакого бетона не 200 не сотого нет там пыли вообще просто пыль потому что продали они все конечно на вдруг там некуда продать в этом восточном или всегда всегда есть куда продать ну хорошо тут пока целый рогозин лишь пролетом через шпицберген он полетел на восточный так ну удобнее ему так в общем да да интересно медведи приравнял присоединение крыма к падению берлинской стены я написал на россию ну смех смехом а так и вышло то есть это берлинская стена которая прямо упала на россию вот он нес какую-то конечно чушь ты не слушал его я чуть-чуть послушал не я зацепил да на то он сказал что российской к водной ревле все я выключи несет потери и что ввп страны скоротился на два процента но забыл сказать что это в рублях даже я и я уверен что не на 2 даже в рублях ну пусть на 2 ну представляешь тот тот стоил рубль там 30 чем-то долларов этот сейчас сколько 54 да то есть этот доллар на 4 рубля тот 30 чем-то ну то есть в любом случае это уже как бы на одну треть на одну то есть не на два процента ты представляешь то есть насколько ужался ввп ну ты чё думаешь если медведев плохой юрист он чего хорошая математика не ну я думаю что он понимает о чем говорит и вот он заявил гениальную вещь впервые за всю историю россии после распада советского союза и вообще за всю историю в двадцатом веке наша страна оказалась под влиянием двух внешних шоков резкого падения цен на нефть и беспрецедентно жесткого санкционного давления он чё прикалывается что он просто прикалываться при горбачёве придавили были санкции причем они санкции были еще с тех времен когда империи зла объявил там и джексона леника в 90-х не сразу отменили до рейган уже были санкции а он еще когда империи зла то обозвал еще накрутил и плюс нефть упала то вообще как какой-то момент доходило чуть ли не до трех долларов за баррель а так было меньше десяти и этот тренер говорит что это впервые да не было никогда и вот опять комитет госдумы готов разработать законопроект о повышении пенсионного возраста чиновников но я тоже медведи медведев до сказал и тут сразу подсветить а мы готовы разработать а суть знаешь какая очень забавно ты не ты не поймешь а эти объяснил вот чиновники но пенсионные возраста их начинают выдавлены что место не выходить на пенсию никто сам уходить не хочет теперь не рабочие места им дана возможность зарабатывать нормально если депутатов это касается депутат ну вот во время своего депутатского срока он выходит подходит пенсионного возраста еще на пенсию что ли идет он не идет на пенсию он получает зарплату как депутат и все нормально а потом по окончании полномочий он получает там свою пенсию и парадоксальная ситуация получается вот это касаться будет депутатов да вот пример меня там или тех может быть даже кто-то постарше меня и может быть даже еще более жесткий чем я боролся более жестко с этой властью ну хотя я таких не видел если честно ну ладно предположим вот у него к 60-летним возрасту подходит он бы так получал пенсию все а в связи с тем что он был депутатом а сейчас не является он с путиным воевал его вы выперли единая россия там все володины все выжили его и он теперь будет до 65 лет вот это даст коснется как раз тех кто находился в оппозиции это коснется тех кто там были депутатами в конце двенадцатых годов в начале двухтысячных кого постепенно они все выдавили вот это просто великолепно это они рассказывают о том что они так вот замечательно начали себя вот это не себя начали молодцы ну естественно раз они депутатов и там министров всех на пенсионный возраст на 65 отправит то потом следом и народ за чиновниками ты должен пойти а как же авторы так авторы поправок штрафы за экстремизм дума увеличила теперь до миллиона рублей он как в знаменитом фильме говорит грибов да и он вот теперь чертам то что они признали экстремистским будет оцениваться в миллион а вот интересно если у человека ну вот молодой человек взял чет перепастила определили что миллион у нее нет ничего вообще как у латыша там фиг да душа ну еще и вот получите следом должны долговую яму значит определить то есть придумать что как же за долги не сажают такого не должно быть при при власти путина но я имею ввиду что за те долги которые возникли вот в связи с этими статейками то есть они теперь сейчас временно повисит а потом скажут вот представляете вот у нас есть должники по миллиону они должны не платят так может быть тогда заменить наказанием лишением свободы и внесут изменения заменить то сделать альтернативную статью либо миллион либо там два года лишения свободы все там нормально точно ты можешь заплатить мне нет все иди на два года садись хорошо будет им конфискации за это чё нормально и мальцев twitter за fall of 2 мне на ленту напишите не сюда пишите как я вас за фолом я не могу здесь вас за полу финале ту за fall of и все я увижу вас на ленте нажму кнопочку такую читать как же вам по даму меня не мяча или мячка не ракетки как ельцин говорю руководитель федеральной службы контролю за оборотом наркотиков виктор иванов заявил что новые виды спайса могут использовать для организации цветных революций за слуны и спайси на цветные спайсы для цветных революция для кремля только кокаин стиле белый на прям рекламу до белый кокаин вот как на такое реагируется никак это даже и спрашивать не надо чего он курит цветные спайсы да причем мы знаем сейчас недавно мне один рассказывал человек имеющий прямое отношение к полиции что он был шокирован какое количество полицейских курят вот эти цветные спайсы то есть просто безумно причем на службе на службе не то что там внеслужебное время где на службе нормально работают ну и глючит конечно там в результате получаются каких вещь непонятные да врубал мэр ешь коровы спрятались они были от убийц да ну конечно захотелем кукурну ложь как кто-то писал тогда я прочитал очень смеялся что человек этих спайсов принял в питере что или где-то через неделю очнулся в астрахани на базаре и вот он пишет он говорит я может убил кого за это время там я не помню чё делал понимаешь очень забавно так вот и мэр наверное ешь королы кстати мэр ешь королы занял 25 место в рейтинге мэров столиц субъектов россии ты можешь себе представить то есть это не шутка это вот как раз он не пропал во время пропадания занял 25 25 из 8 из 90 теперь до из того 90 это мэр нет написано мэров столиц субъекта остались субъекта я думала не так мэру не ну да конечно ну как ну все равно 25 место есть остальные вообще что сидят на чем-то тяжелым я так понимаю кто потом вот после 25 в ту сторону мэр это ставит вообще на героини свиного нельзя поставить на губернатора так в единой россии при это сам а вот я знаю что будет виктор иванов делать тюрьме чё будет писать книгу про наркотики мне кажется это будет бестселлер без уже все наркотики знает там все наркоманы западные отдыхают то что он может написать так что я думаю что ему будет чем занять вот и времени ты знаешь я вот про мэра ешь королы еще хочу сказать залез я в гуглить я умею я уже говорил решил погуглить вот по делу мэра а ешь королы задержаны я все-таки да нет и защел меня вылезла ничего никто ничего а в гугли вообще даже он пишет нет таких слов на нет нет таких слов алешенька нет никаких задержанных но они просто отчитали что они сразу кто-то задержан то есть этот танкистам говорит поджигают оппозиция и эти лечат тут мэра украли тогда то есть сейчас врать можно все вот чё хочешь ври но и смотрит вова врет чё хочешь а чё нам-то нельзя и все врут вообще вот чё хочешь то есть раньше были какие-то барьеры потому что могут спросить но если его хотели убить то убийца то где предъявите нам покусителя предъявить а тут все нормально галко что линия прошла вот путину бы задать вопрос кого задержали по мэру дела ешь королы и поскольку написано в официальных изданиях вот чё бы он сказал кстати не задали путину главный вопрос где он ошивался 10 дней правильно вот отчет вы а вот лишь как за замылилась и никто не не вспомнил а вот спросить его в лоб и учеба он сказал не ваше дело в том сказал цветные с пальцем такая красная штука мы с на неделю мы с ивановым до репетировали там сказать против цветных революции эти самые у всем пояснил ситуацию с оппозиционером мохнаткин которые которые поместили психиатрическую лечебницу сизо но его хотели перевести значит колонию строгого режима он сделал то что в тюрьме называется вскрыться вскрыл себе вены это в россии это обычная практика между прочим обычная практика когда заключенные в знак несогласия но когда особый беспредел в отношении их проявляют они вскрывают себе вены демонстративно вот махнаткин вскрыл себе вены это оценили как попытка самоубийство хотя понятно что это не попытка самоубийство и сразу его отправили в дурку поскольку психушка это не тюрьма там лечить будут как сказал один мудрый человек то есть вот эту старую человека они теперь хотят еще там я представляю чем они его там будут накачивать в этом дурнике он причем надо напомнить что проходил судебно-психиатрическую экспертизу и признан абсолютно вменяемым и судом признан вменяем раз его посадили и психиатрическая экспертиза дала ответ что он отдает отчет совершаемых действиях и как бы может себя контролировать поэтому психиатрическое лечение ему не потребно ну вот они его загнали и дальше я не знаю во что это выльется ну вот у нас еще один фигурант списком иллюстрации появился да это врач который ему выписал вот это предписание он думает что его не найдут его найдем надо уже нашли не конечно судебная психиатрия помнишь как я про путин еще в пятом или в четвертом году написал что он как тот заяц который чувствовал который жил здесь у нас на улице ульяновская чувствовал себя котом и он дружил с котами дрался с собаками но при этом оставался зайцем я писал вот так и путин но он себя демонстрирует демократом может быть даже чувствую демократом в то это время еще в четвертом году я писал но является кгбш никому поэтому нас ожидает все что должно так сказать проистекать от кгбш ника то есть полное похеренье демонстрирует демократии давление так сказать террорка и конце концов самое веселое как я написал это карательная психиатрия вот мы дожили до карательной психиатрии сейчас это будет развиваться мы это увидим почему потому что человек который находится в руках у психиатров у путинских психиатров они будут хуже поверь чем те советские терпите брежневский дай мне там по-другому гораздо хуже они будут человека забивать такими веществами что он давай придем дать или химия сейчас развилась 92 года очень сильный скачок сделал кто не занимается химия органической особенно я скажу что колоссальный скачок просто запредельный но сейчас любую пищу можно сделать химически вот не знаю видели ли вы роли как там китаец сделает хочешь капусту он наливает воду раз-раз смел от капуста порезал салат из капусты ну чё хочешь он тебе может хочешь крабовую палочку сделает а все это одна и та же жидкость только разные ингредиенты добавляются и все для вкусов улучшители вкус так называемый поэтому сейчас вот эти ребята будут пичкать таких как мохнаткин чтобы они побыстрее отъехали и как бы находясь долго в их руках конечно не вы не выйдет надо это предупредить в первую очередь главврачей и разных врачей психиатров что если у вас оппозиционер это считайте судебный процесс у вас есть а уж как он там решит это за самое и лечить мы вас не будет вы поедете те добро шпилить да тут пишут медведев сто шестьдесят три сантиметра медведев не сто шестьдесят три сантиметра гораздо ниже сто шестьдесят три сантиметра был путь реальный тот живой какой сейчас я не знаю медведев вы видите он гораздо меньше его медведев вообще отсос конечно простой на данном судят судят алексей черния крымского активиста ну да того который якобы совершил поджог русской общины крыма и партии регионов это еще 18 14 по 18 апреля он это вроде все сделал четырнадцатого года и так далее вот его вот этот вот окружной суд северокавказский который на самом деле судят за партию регионов украинского не пойму ну кто кто этот потерпевший ну вот партия регионов выходит но она уже на территории по их мнению была на территории российской федерации потому что четырнадцатый год это апрель и так далее то есть ну да там бред конечно то есть там все настолько уже закрученной наворочена поэтому что тут можно сказать даже предположим человек совершенно виновен во всем и даже вот как они говорят он он признал свою вину причем сейчас он отказывается потому что его пытали и у меня до сомнения есть сомнение что его ты ты мог ты можешь предположить что его не пытали я я вообще не могу эту себе предположить то есть я абсолютно на сто процентов вот для меня абсолютно ясно что конечно вы пытали причем совершенно диким образом вот и и суд вот этот окружной военный окружной суд мы говорили об этом что это такие чрезвычайные созданы суды которую весь кавказ там крым и так далее это судит в ростове все остальные здесь центральной россии это московский как у чрезвычайный но он называется окружной военный такой вот значит такие костолыпинские суды созданы хотя конституции впрямую запрещает создание чрезвычайного суда прямую но они срали на конституцию создали чрезвычайный суд и все нормально и как ты думаешь вот дело будет обжаловаться куда его обжаловываешь в чрезвычайный суд потом 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 все следующие варианты апелляции ты также подаешь в этот чрезвычайный суд и только в самом самом конце ты подаешь верховный представляешь то есть вот такая в порядке надзора пока верховный суд может там что-то рассмотреть это прекрасные ребята прекрасные господа из буа дары на жизнь к один из участников московской вечеринки в честь гитлера оштрафован на 1000 рублей да мне так понимаю что к этому часу уже все оштрафованы там вчера был день рождения гитлера мы сознательных них поздравляли да вот и там какие-то кренделя с портретом гитлера целовались где-то проводили вечеринку в кафе в каком-то и вот на них напали менты повязали наш продержали в зимдане привезли в суд осудили в общем-то и менты и все остальные счастливы они победили фашизм понимаешь вот такая замечательная вещь дурдом крепчает еще один дурдом вот саратского антифашиста сергея вилкова штрафовали на тысячи рублей за свастику да причем он антифашист пошли а для он в карикатуру какую-то у себя изобразил причем я так понимаю что не он ее рисовал и там отношение власти и фашистов и нацистов он имел в виду что власть потакает нацистам да и вам нужно было чтобы нацистов так сказать обозначить изобразить на них свастику на этих нации что они вот нацисты вот на них свастик вот запись пластику его и оштрафовали то есть это совершенный маразм а вот венгельсе был осужден местный житель за публикацию аудиороликов в интернете да он какую-то песню то ли свою то ли не свою успел которую признали экстремизмом и приговорили к одному году шести месяцем лишения свободно условно можете представить это просто бред нужно я скажу свое мнение тем под кто нас по должности слушает козлы не лезьте в интернет идите козлы лежите жопу путину своему что вы лезете в наш интернет идите нахер отсюда козлы вот следующий вариант такой же белорусу до в рф дали два года причем этот же суд вот такой же чрезвычайный так называемый врезал два года знаете за что вот за это вот тут вот такая курица и ее разрывает человек с символами украины и вот за это дали белорусу два года ты можете представить за то что вот это в интернете изобразил вот эту вот фигню вот включить такое но это ну как они челикатуру нам более пусть больше эта стена берлинская их и раздавит блин они не понимают с кем взялись вы это бред вообще просто бред что они творят я не понимаю вот это слон и муравьи на нее напали начинают кусаться он медленно так сказать ходит но вот он же одно движение ноги от муравейника ничего не останется вот они этого не понимают вы дураки вы этого не понимаете что совсем конечно не понимают если бы они понимали они действовали по-другому тогда бы мы не смогли их раздавить саратове суд вынес приговор анатолию колеснику который угрожал применением насилия представители власти представляешь вот человек находится у себя дома безобразно пьяном виде ну он имеет право да вообще в дым к нему приходит судебный пристав начинает ему что-то предъявлять пьяному человек пьяному в дым пьяному вообще который ваши судебные приставы он же дебилы что конечно по абсолютно человек берет кухонный нож и требует чтобы ушли все покинули помещение в результате получает срок представляешь строгого режима два с половиной года себя дома себя дома пьяный ну подожди ты судебный пристав пока он протрезветь что-то с пьяным-то разговаривать вот я участковым работали я прихожу он в дым пьяный я спрашиваю 7 все нормально он там ничего ничего я все я побыстрее пошел че я его буду раздражать своей форменной одеждой он сейчас был нормальный я я его приведу в такой станка канал начнет кидаться да честно говорю я помню на меня кидали с ножом но через день наверное но ученого влепишь в дыню такому человеку и забыл про это забыл что за что его сажать на пьяного на два с половиной года если к нему домой пришел просто маразм сейчас уголовное дело вообще замечательные с этими судебными приставами человек заходил в суд они его тормозят что-то там слово за словом ну короче они применили из излишнюю силу к нему тут они говорят у него граната была его сейчас за гранату гранаты нет в уголовном деле в качестве доказательства запись где нет никакой гранаты они датана вон там спрятаны и вот там не видно все представляешь и чувака посадят при потому что им дали так сказать полный карт-бланш может кого угодно грузить пишите чего угодно что он я вот может быть это с ножом и не нападал эта версия следствия может быть вообще не был никакого ножа как у того парня с гранатой там нет гранатой представляешь человек сажают за гранат этот братом бред водитель автобуса столкнувшись с поездом же на железнодорожном переезде переезде в ленинградской области николай радаев взят под стражу до 15 июня не того радаева взяли вот тут чико да или написал мне чико да вы опять угадали была сломана сигнализация дал ссылку на youtube оказывается действительно там сломана была сигнализация постоянная штука мигала и они уже привыкли что она мигает эта штука всегда уехал попал под поезд как мы и говорили собственного угадали чё тут угадывать это совершенно очевидно сейчас 29 процентов всех вот этих вот аварий на железной дороге про их происходит потому что там такие переезды потому что день все украли надо кучу шубохранилищ не до переездов саратской области в селе статического района школьник спрыгнул с крыши ну да вот классика мы говорили вчера самоубийцах вот 17 летний юноша спрыгнул и погиб говорят что это самоубийство хотя кто ее знает ты знаешь многие самоубийства которые вот по которым россия на первом месте да могут оказаться что там процентов 10 а то и 15 убийства они самоубийства и просто они нафиг не вот так с этим школьником ну нашли его во дворе школы мертвого упал он с высоты и понятно что упал с высоты ну стали прыгнул с крыши самым прыгнул скинули может его вообще туда привезли бросили сказал что он скрыть ну может быть школьникам же бы эту несчастный случай они могли просто бегать ну как как всегда дэк по сам сколько раз выжил я с четвертого этажа один раз упал во время игры в это крысу да как оставь бендер говорили правда в кучу кирпича спешит песком но минус нога была сразу минус нога я ездил на велосипеде и крутил педали одной ногой другая у меня была в гипсе так что если мальчик доживает до 50 то можно сказать что ему все равно когда-нибудь где-нибудь да повезло да очень конечно кучу и не раз саратов и задержан аферист предлагавший пензикам работу на север пензикам задержан в саратове да сам из самары но это парадокс я потому что в пензии мы знаем что люди более доверчивые чем в саратове уж тем более в самаре поэтому граждане товарищ который там самаре проживал приехал саратов чтобы дела обстряпывать ты заметил молодец я помню когда мы в пензе бывали едем ну спрашиваешь как проекте они да ну поедете налево потом направо и показывает совершенно другую что то есть где лево а там у них право где право там или вот мы так привыкли что нам всегда так там говорят и однажды по подъезжаем куда ты мужик подходит а как мне проехать туда-туда то а мы знали куда я говорю вы отсюда да вы из пензи долгать я вот оттуда я говорю ну вы поедете прямо потом повернете налево ну по-вашему направо он не понял такой удивился было забавно поэтому конечно люди более простые вот он решил наверно ник под заработать разместил объявление и на не какие-то денежки получал потому что ему вменяют что он там нанес материальный ущерб а вот одного жителя артищи саратской области осудили задачи ложных показаний сейчас клали просто до классический вариант то есть человек попадает в полицию в качестве свидетеля там беспрецедентно совершенно для советского но периода давление оказывает советский период мы не знали что так можно работать со свидетелями то есть ты сейчас пойдешь в камеру там туда-сюда там чё хочешь ты ты сейчас пойдешь по участникам ты сейчас пойдешь паровозом и так далее давай подписывать человек подписывает под таким давлением а потом вариант такой человек понимать что наговорил кого-то ну как в тридцать седьмом году даже может быть похуже играть я нет я отказываюсь ему год ну как ты дал ложные показания тогда иди в тюрьму ты же ложные показания дал и все вот человек получил 350 часов за что это 24-летний парень ну 24 года представляешь он дал в начале показаний которыми оговорил людей а потом забрал назад ну потому что наверно конечно подумал как я могу оговорить людей решил лучше значит 350 часов отмотать в суде потому что в суде хоть не пытают если в суде пытали конечно он оговорил их до упор я думаю что скоро начнут и в суде пытаться на путинском удаляться совещательную комнату я боюсь у нас чего у нас тюрем не хватит что ли на них на всех на этих подонков я не я не понимаю куда их всех сажать вот смотри там судья как минимум до уже сидеть должна ну начали все следствие вот этот следователь с этим уже сидеть номера будут опера будут сидеть куда их сажать все ну я тебе про это говорил когда свою гениальную идею который уже многие юристы россии нура примешь что они должны сами себя сажать сами расследовать и сами судить у нас для них нет судов пусть они сами себя судят мы их только закроем а там они как хотят понимаешь вот ты тогда взъярился очень сильно кричал я советовался сотни уже юристов из них ну если это не путинская вата все бы гениально ты решил вопрос который не смогли решить в германии после третьего рейха почему заявился и до сих пор я не понимаю вопрос серьезно ты говоришь ты ты же сказал да ну вот вопрос серьезный получается мы их хотим судить за то что они поступали неправильно даме не незаконно но мы хотим судить незаконными способами чему не законными вполне закон ну если мы их обозначим сейчас вот вот сейчас судья этот который должен сидеть да и 10 лет расстрела вот он должен сидеть теперь он должен ну какой-то другой судья его должен осудить за за это да такой же как он а как же он может быть судьей если он это проворовался грубо говоря если он уже не судья представь если даже мы всю эту братью чтоб посадить создадим тройки как в 37 году нам жизни не хватит чтобы всех пересажать они сдохнут раньше от старости поэтому у нас нет другого пути либо нам их просто к стенке ставить за бани что я категорически против этого либо вот такой путь нет есть же путь простой мы берем всю единую россию да ну а наш будет объявлены преступлены преступной партией и все 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 однозначно становятся судимыми понимаешь да всех можно сажать они сажать можно только тех которые сотрудничают они должны сдавать всех остальных судей про прочих прочих брошу из гестапо но ты вспомни сколько это лет заняло лет старец и все страны участники этой херней занимались и предлагаешь мне поступиться своей совестью и стать и стать как они я не хочу быть как они понимаешь я не соглашусь с этим понимаешь что давай дальше вы сейчас опять дойдем и это и это камень преткновения эдик вот решение этого вопроса это камень преткновения потому что не решив его вот простив как на украине взяли простили получишь то же самое то говори врача более страну говорит правит правит про таки гу жизни на них ну почему не хватит это их сам в ручном режиме собираешься судить ну что у нас нет порядочных людей ну саакашвили полностью полицию поменял ему хватило людей а тут всего лишь надо полицию поменять и провести нормальное следствие нормальные суды это совсем другое дадим на на аутсорсинг пригласим всех со всего мира шерлок холмсов и будем платить им сконфискованное имущество у этих подонков отчет ну а как 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 же еще пускай вот они занимаются независимые следственные комитеты и группы следствие может происходить не в рамках мвд ты же понимаешь они не это за любой человек может расследовать любой адвокат в америке может заниматься расследованием да условно говоря вот пускай они расследуют и зарабатывать на этом деньги а почему надо давай дальше по по новостям у нас мудра там скорая помощь выехал на вызов спустя четыре часа нормально вот административное взыскание быть нарушили стандарты да а вот новый давай обама официально отказался участвовать в параде путина 9 мая ну то есть он дождался пока откажутся все и . да он сделала это не первым ты обрати внимание и фактически последним чтобы влияние так сказать не оказывать вроде бы вот тут песков отличился он сказал что значит что согласно что в москве согласны вернуться к диалогу между лидерами рф и сша однако инициатива должна исходить от американской стороны вот песков такой смешной я так понимаю как брошенная шлюха блин он себя ведет понимаешь я бы с ним помирилась но он должен прийти и попросить прощения до условных кому-то нужно песков блин имеется виду путин но путин с песков вот вы кому вы нужны все карлики блин понимаешь вот ситуация как восьмого марта 83 года рейган назвал россии советский союз империи зла и это было бабах вот в марте 20-х числах марта 14 года год назад там с небольшим обама назвал россию региональной державой разница то есть конечно да путин бы очень хотел чтобы обама сейчас заявил что эта империя зла там все что угодно но не катит не прокатывает угод это региональная держава которая крутая только в рамках своих границ все поэтому вот эти вот все понты все эти вбросы пусть они придут помирятся там туда-сюда и это для внутреннего потребления какой крутой путин чтобы вот это вот вата вся смотрела вот вот он чё сказал обами то вон он какой молодец ну молодец конечно смелый смелый украинская верховная рада во вторник приняла заявление об отпоре вооруженной агрессии россии ну вот вопросов нет нормальное заявление конечно ну есть вернее вопросы есть как все эти заявления они констатируют факты которые мы знаем но прекрасно что они обрели форму какого-то парламентского документа хотя это и незаконно и нормативное какой-то ну пусть вот какой-то так его назовем парламентский документ но вопрос а вот рада никак не пробовала заняться какими-то реальными делами ну например содействовать антипутинскому движению россии и принять ряд законодательных актов реальных по содействию антипутинскому движения там в это в связи с этим внутри в теле этого законодательного акта а личности самого путина принять какую-то декларацию ну признать его на основании его собственных признаков показаний фильме про крым организатором войны там ну кем угодно кем захотят это это должен быть четкий документ где как мы еще летом говори где записано каким образом ему противодействовать в том числе и помогая тем кто борется с ним в россии так что вот ты знаешь я сразу вспомнил интересную вещь такую когда мы кармишин где вынужден был бежать из россии и мы пробивали ему политическое убежище на западе но не хотел он ехать на запад хотела бороться с путинским режим так она и получил поэтому загнали в тьму таракань в швеции он там живет конечно ему хорошо там ему платят деньги там туда-сюда но он никуда там не может дернуться то есть он хотел как где-то чтобы можно было развернуться и вот мы думали что может быть грузия саакашвили был у власти и пришли в грузинское посольство значит нам там сказали что мы с путиным очень дружим и мы ни в коем случае не предоставим политическое убежище тому человеку который причем они подмигивали что с россией у нас хорошие отношения ну вроде как мы делаем вид что хорош но тем не менее они близко кармишин на порог не пустили мы не просили у них денег ничего не просили может ему обеспечить безопасность чтобы он жил там мы хотели там вещание наладить чтобы вещать туда на сочный краснодарский край радио сай на средних волнах чтобы работала мы хотели чтобы был телеканал ничего не дали скольду учу заверили столь мне и вот результат вот результат для саакашвили то есть саакашвили сейчас улетел и у власти те которые лежат там в грузии активно путин и получит они полный геморрой это вот показатель для украшения литва направит в украину военных экспертов ну вот литва более-менее в этом отношении приличная сторона которая определила путина как своего врага до российскую агрессивную политику в отношении себя как войну то есть в литва прям мы в войне находимся и все вот они проводят учения причем они понимают вот какая бы дали там про нее чем там не говорили грибу хускайте но мне она очень импонирует то есть она не надеется ни на каких натовцев ни на каких пиндосов там при так далее она собрала свою армию проводит учения причем армия должна отражать нападение россии как основного так сказать вероятного противника своими силами она не надеется как другие прибалтийские республики что прибежит американский какой-то спецназовец и будет помогать они вот полицейскими своими силами плюс армия и пограничники провели учение как защищать вот этот вот терминал сжиженным газом в клопезе о котором мы все время говорили да потому что но как нарыв для путина ну вот многие другие вещи как границу укрепить все они проводят учения и ни на кого не рассчитывал и в общем то это очень хорошая так сказать единицы украина бы могла опереться на литовцев да но мы тоже не видим что там какое-то стремление вот разбираться с путиным но нет там стремлением украина вообще никакого стремления да уже никакого они в раздрай в каком-то пытается то ли выжить то ли не пойму не знаю можно действительно очень все тяжело и вот в литве интересно чего будут устанавливать памятник джону леннону да причем в у него золотой цветок будет в глазу такой вот интересный памятник причем в литве то джону леннона не было потому что литва в составе советского союза от москве леннон был пролетом через шереметьево если ты помнишь я был маленький как раз долгопрудном мы жили там все прибежали что там битл самолет сел вон он там боинг 707 стоит его отогнали голубой с белым я как сейчас помню я его видел не леннона боинг это твой ну там люди какие-то ходили я не знаю на вот а тогда был очень популярный там песни на дома влади обладачу там еще там я уж не помню где маленький совсем был там у меня сосед толстый карлсон доставит ставит да не вот именно в те годы не в семидесятые в конце шестидесятых годов и вот в москве отказались памятник леннону это какая-то шутка там департамента зато чеченцев там по моему да нормально кадырова можно леннону нельзя ну-ка кадыров герой россии герой волосы конечно герой россии евросоюз одобрил атомную сделку россии и венгрии не дашь и бредятину вопрос какая-то представляешь а извини а вот вопрос вот ты говоришь про власть про власть снесешь памятник как радыру конечно тут же первый же день конечно о чем ты говоришь ты вать ты ты мне такой ты мне такой вопрос задал я тебе задал вопрос как зритель вот чтобы зрители понимали о чем стоит в одну речь чтобы на я шпилой в голову ударил на это все четверо стояли сразу 0 ты меня с одной стороны рассмешила с другой обидел так вот насчет венгрии 2 с 20 до 10 лет они скинули только то есть путин рассчитывал все делать 20 лет а там дамы утверждаю в током 10 лет а денег нет да разводка ты понимаешь как понимаю да с одной стороны вероятно взяли на лапу ребятки а с другой стороны такое изменение она принципиально ты же сам понимаешь это каранты но самые страшные другое не страшное самое интересное вот представьте себе вот есть венгерский народ который имеет право знать что там такое происходит есть народ евросоюза который тоже будет жить вокруг атомной станции тоже должен знать что происходит есть народ россии за деньги которые будут эту всю фигню строить вот для нас для всех это секрет это абсолютный секрет во всех странах везде представляешь то есть европарламент и представители еврокомиссии они знают они получают эту информацию что там будет венгерская власть знает российская власть знает народы никто не знает что там происходит то есть от кого это секрет ну ладно бы так каких-то там я не знаю врагов был секреты от кого от врагов а здесь окажем ими врагов здесь народ враг для всех понимаешь для евро комиссии народ враг для венгерской власти для российской власти для всех враг народ у всех властей один единственный враг народ потому что это они квартиры для рептилоидов что строят она мне говорят может быть мне ну хоть одного вот на дыбу подвесить чтобы он нам правду рассказал так интересно вот ребята вы не захотите этого знать захотите вот вот расскажи нам вот расскажи мы готовы смириться с тем что не спать не есть что до этого повлияет на нашу психику и возможно нас даже рептилоиды потом после этого едят съедят для но я хочу знать я хочу знать чего вы там мутите и вообще утонула она или или что с ней случилось вот этот вопрос но это да это первый вопрос то а их еще миллион да это первый вопрос для суда да что случилось подводной лодки себестоимость производства шоколада в россии за год выросла в полтора раза человеку не пишет с номером и как там пиноккио да или как вот номер у него длинный такой а вы ведь предсказали что нужно вкладываться в какао и шоколад вот я не знаю я не хочу обидеть мы будем считать что пиноккио этом не обидно и мне кажется ну это такое предсказание нет пинглоп да я ну я не в данном случае ничего не предсказал но представляете эбола кругом в тех районах где основной основная маска као-бобов выращивается там карантин и и потребление шоколада возрастает причем возрастать кругом везде в россии в китае в индии везде жжешь тут надо быть идиотом чтобы не предсказать что надо вкладываться в какао и бабы какао шоколад очевидно совершенно бабы шоколад этого бабы шкала объекты современного искусства и недвижимость крупнейших городах мира сменили золото в качестве основного средства сохранения благосостояния это полагает председатель правления одной из крупнейших инвестиционных компаний лоуренс финг не ну не знаю такого да кто его не снега объект современного искусства вообще объекты искусства не давай не будем говорить современно надо да да если вы уже говорили про бэкона до которого с 2002 года там в сотню раз наверное выросла стоимость там по 2 миллиона по 6 миллионов вернее продавали а сейчас по 160 миллионов продают картины ну понятно что как бы этот рынок хоть и перегрет но все равно будет перегреваться и дальше потому что более реального вложения некую некуда сделал все остальное это нельзя потрогать что такое реальный от слова рез вещь он должно такое что можно был потрог почему золото ну потому что потрогать можно а после того как золото стали показывать разрезанный да там фольга и вольфрам ну конечно даете бумажку говорит этот за сертификат это золото поэтому мне конечно и хотя при этом золото все равно не падает ты обрати внимание будет падать пока но вот все-таки конечно какие-то объекты я про недвижимость не говорю потому что где-то будет расти где-то будет падать понятно что элитная недвижимость какая-то суперская как вот там в чикаго этот небоскреб построил этот как миллиардер который путин все время критикует ну там да там серьезный конечно объекты там квартира будет по крайней мере еще много лет дорожать только то вот как бы объекты искусства они будут неуклонно дорожать ну вот интересная штука да вот вот много я статей читал по поводу искусству да вот ты правильно сказал современно современно это еще можно кого-то найти до очевидцев они современные это нельзя сейчас подделок то много да конечно золото поддельные предметы искусства поддельные абсолютно аквартируют поддельные да не знаю а я вот так вот вот я рассуждаю тогда вот если ты захотел тебя куча денег но ты в англии не живешь но тебе предложили давай квартиры там хорошо они растут ну как это сам и ты купил их ты уверен что ты один купил эту квартиру нет конечно вот им это даже ты можешь никогда не узнать и вешево не даже если живешь дата кто купил он может в ней не жить да вот стоит ли соной квартиры можно 10 человеком продать и они могут за всю жизнь так и не узнать потому что если он его продает остальные не продают ему просто деньги отдали этот пирамида понимая картина бэкона который ты взял с выставки такой-то надо более надежно ты вот ее повесил это знать следующий год она там чуть-чуть подорожает потом еще а потом когда жор начнется и выставишь на аукцион и какие-то хитрые евреи и продадут 10 раз дороже это деньги еще подержи поэтому лучше тут мы правильно honda собирается покинуть российский рынок логично honda признана самым лучшим автомобилем года да вот сейчас немецкие машины признаны наименее надежными наименее в сравнении чем с ладами что ли я не слева он всегда по надежность конечно конечно так что вот первое место заняли honda 2 suzuki toyota и так далее лучше брали пробрался все-таки после toyota chevrolet mazda ford ну ford если вот российский ford то конечно он сюда не может залезть никак так что а вот последние места с конца bentley porsche джип audi chrysler mercedes не знаю по бентле понятно это те машины в которые ты с гаечным ключом не лазишь а дело в том что ну ты знаешь да по дороге машину они брали возраст от 3 до 8 лет то есть понятно если ты покупаешь porsche он у тебя проходит три года а потом начинает сыпаться если ты покупаешь джип то он и три года наверно не проходит просыпаться раньше ну это тут от фарша много завида чем полнее фарш тем больше отказов на плаги так что-то у нас тут про google да ну что google google ну да говори да а я даже не знаю ну что в гугле сейчас происходит вот те же самые действия что и в газпроме то есть об этом сейчас многие сми написали что вот в обыске в европейских офисах газпрома для изъятия документов расценили как наезд на россию да а вот у гугла в соединенных штатов одновременно изымают документы но никто не рассматривает это как наезд на гугла уж тем более как наезд на соединенные штаты и так как офисов google очень много то я так понимаю что и в других офисах такое происходит и вот я так понимаю что монополисты и google тоже в своем роде монополист они лишь куют очень сильно и связи с этим власти конечно их пытаются придавить вот помнишь мы сказали что уже не знали не за горами то время когда совокупный доход так ввп назовем его ввп интернета виртуального мира совокупный доход виртуального мира будет больше ввп виртуального мира будет больше ввп мира реального вот мы еще это увидим сейчас когда я сказал прошлый раз надо мной очень сильно смеялись прикалывать мне прислать чё с ума сошел этого не будет это 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 перекос будет причем значительно ввп будет больше виртуального мира чем мира реального значительно то есть это будет кратных ну вот федерико маггирини представитель европейского союза по на странным делам говорит что интернет имеет темную сторону но должен быть открытым спасибо маггирини а то мы без тебя в не знали темная страна на силы это наш как они суд этого интернета приятно смотрели они как они начинают скоро они не могут противопоставить ничего ничего кроме слов своя бла-бла-бла они не могут ничего противопоставить миру виртуальному он побеждает это как бы абсолютно очевидно для всех но вот они вот эти политики старой формации думают что они могут как-то что-то запретить нельзя но можно направить а такая кгбш на вот политическая такая идея ничего вы не можете направить скоро эта система она уже сейчас вас направляет а скоро она будет полностью вами руководить ну да они же про себя читают вы не деваться некуда да да правильно темная сторона силы да у интернета будет светлая сторона силы темный стран правильно так и будет то есть одно маггири не надеяться что она будет как-то это контролирует конечно да так воин джедай маггири не будет она контролирует темную сторону она думает да что она джедай на самом деле она марионетка как раз чем выше ты будешь сидеть в информационном мире тем больше ты будешь марионеткой норвегия собралась отказаться от fm fm радио совсем на самом деле они просто цифровой формат выходит на более плотный ну хорошо черт вот видишь может быть свое оборудование куда-то передадут там где еще радио еще и не запустили ну вот у нас как ты думаешь у нас же уже там лет пять назад они сказали что сейчас будет цифровое телевидение радио и даже приняли законы какие-то на которых я кстати потерял денег потому что мы там должны были телекомпании открыть нам закрыли в последний момент ну потому что как раз объявили переход на цифровые технологии до сих пор нифига не перешли но у меня вопрос про другое да вот тебе как знакомым с военными этими сами почему у нас так мало частот почему в америке их много в европе их много у нас мало а у нас очень много зарезервированных для чего-то да вот спрашивают и вот эти вот а там да вот и раборы межутки между теми частотами которые можно продать грубо говоря кому-то и сдать в аренду извиняюсь вот там-то они гораздо ближе к чему здесь вот они находятся на них и даже и так и нет тогда вот саратове ну сколько там ну 78 радио 8 на 10 до работают ну ты понимаешь что вот даже пол в фм диапазоне это нет ничто да чё чё у нас воздух другой чем в москве но это открылась чистота надо будет пойти какого послать петрова от от их них людей от евреев я прямо говорю да и тогда ему разрешат туда чего-то говорить пукать в воздух да вот это вот фигня и как ну вопрос соответственно с этим как думаешь а никогда не цифру построить цифры же откроет сразу конечно она максимум откроем а зачем им надо то это им же надо володину же надо распределять частоты конечно обязательно а так и будет дофига ну нам уже не надо у нас есть интернет так что они могут отсасывать вместе своими частотами месяцами петрова в китае на семь лет посадили журналистку обвиненные в разглашении государственной тайны да она разгласил государственную тайну о том что китай борется с распространением западной демократии знаешь такая тайна секрет поле шинели дали семь лет бабе который 70 но это вот путин идет по этому же варианту надеюсь что ему будет не меньше 70 пилота авиакомпании не прочитаю который должен был вылететь рейсом из лондона в гонконг был арестован после того как у него обнаружили набор ножей ну вот так видишь то есть какая чума пошла вот пилот не может как будто пилот не может штурвалом убить весь этот самолет ему нужны ножи чтобы перерезать всех пассажиров набор на 1 дорогие 1 мало нужен набор такая бредятина говорили что будут перестраховочные меры которые будут абсолютно абсурдно дураки выплывают в таких дураки инициативные сразу начинает проявляться дурацкую инициативу ему запрещен сейчас вот у мужика с работы выгонят за то что 61 год ему при сашу взлетал кучу лет и теперь ему выгонят потому что вот у него ножи бред но это очень хорошо не пилки для ногтей это вообще тогда посадили бы навсегда наверно в испании один ученик застрелил учителя ранее у четырех тебя из арбалета вот в испании не слышали на таких чем чем наш характерен случай что в мальчик которому нет еще 14 лет 13 мух лет и он соответственно не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности испанского законодательства то пятерых человек в пятерых человек выстрелил то есть четырех ранил 1 убил а тут пишут они школьники иногда подшучили над ним вот паула амай ела скажу школьники не иногда подшучили над ним они просто над ним издевались постоянно не надо говорить эту херню мы знаем что в америке подростки стреляют в основном из-за этого никакие игры это насилие идет постоянное перманентное тоже такая же проблема потом они нам рассказывают что иногда подшучивали на и мотива шучу и он мог поизбредить просто сам по себе такой такой возможно вот там же написано что он кого у него был список я я вот отвечаю за свои слова так им и надо вот так и мы надо потому что он по списку их расстреливал мне его жалко они его довели понимаешь он не с ружьем пошел он с арбалетом пошел а ты понимаешь что это такое на взрослого человека с 13-летний это надо до дача и не дайте согласен я думаю что они разберутся ну вообще конечно беспрецедентный случай абсолютно беспрецедентный тем более для испании на суд египта приговорил бывший президент страны мухаммеда мурсик 12 и 12 лидеров движения братья мусульман к 20 годам тюрьмы ухты да ну не 12 а 14 уже сейчас вот как бы на поверку выхода ну всю братву посадили друзей морсе до 12 друзей до морсе вместе с ним что я могу сказать это такой удар по исламизму своеобразный но недолго же музыка играл это даже уже недолго совсем был резине что да то есть там ему двадцатку дали сколько же путин отдавать я даже не понимаю там запытки за в общем всякие непотребства ну это хорошо мне значил этой ситуации радует не радует так как эту информацию прочитал эрдоган вот я бы хотел ухарю видишь я больше порадов посмотреть как вот он так как и пирик или курина я бы хотел посмотреть как он прочитал и но может быть армянскую исполнитель 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 и исполнительница танцы живота софина с работающей в египте приговорили к 6 месяцев решения свободы за оскорбление египетской государственной символики да говорят она там когда-то в платье выступал в четырнадцатом году которые цветов египетского флага и поэтому в общем то она виновата в надругательстве над флагом вот такой такая бредятину то есть с одной стороны вот происходит какие позитивные сдвиги а с другой стороны полный маразм особенность такая всех этих стран арабских вот там в америках каких-нибудь человек в труснике там бегать какой-нибудь гомосексуалист а еще в труснике сексуалист супермен инвалид да и супермента и супер в звездно-полосатых трусах и все нормально там никто слова не говорит но они потому что в информационными но это на самом деле не только вот я думаю что это вот агония государства все вот она в такие уродливая форма вытекает австралия предложила ес разворачивать лодки с мигрантами ухты да но австралийка так так и поступают ну как они просто не пропускают то есть выставляя если они тонут ну вот они видите да ну может понимаем что вся система это же не сами мигранты в этих лодках приплывают их привозят то есть берут в среднем по 1000 долларов сноса представишь люди в состоянии заплатить такие по там это вообще бешеные деньги тоже понимать штука бакс их за эти деньги везут понятно что меры которые предлагают австралии это меры против вот этих контрабандистов которые контрабанду людьми организовали понятно что если будет какой-то заслон и на этот заслон в этот заслон будет упираться то все сразу же упадет количество желающих ну там одного другого завернули они все это расскажешь каждал штуку а меня назад прыгнем баня уже не бизнес да уже не бизнес лидеры гилки жира тяжело ранен в ираке ну вот этот аль-багдаде про которого говорили что там помнишь мы говорю самые приколы новогодние были что он работает на американцев и является евреи израильским актером допустим прикол но не знаю так это или нет но навряд ли это наверное с железного человека с рисовали помнишь там какой-то злодей который оказался голливудским актеришкой а хотя у меня большое подозрение что это все один большой шоу бизнес ну война с албанией вот движение талибан в подтверждениями движение талибан и террористической группировкой исламское государство объявили друг другу джихад поздравляем господа за ты в эту веришь ну понятно что там какие-то отдельные лидеры это это написали в кауле в газ я верю почему потому что я живо в информационном мире если на зале в интернете а то джихад значит это и есть же шопа они могут уже дружить не дружить завтра опубликуют то что какой-нибудь из талибана отрезал башку кому-нибудь язык и пойдет по изогнила с тобой полностью что вот с этой точки зрения рассматриваю что а я бы на на примере я извиняюсь на месте спецслужб так и сделал не так и сделал явно ты правильно что я думаю что в кабуле совершенно четко те люди которые публиковали в газете они совершенно четко понимают что разделяя и властах да вот поэтому они это и запустили понятно что нет дым без огня наверняка была какая-то возможно спровоцирована непонятка ну понятно представляешь то есть некий талибан движение у которого там основные вода 1800 но не вода 1800 но все равно имей очень протяженный срок такой захватывали власть были командовали афганистаном то есть там такие чиновники сидят реальные чиновники которые там министрами были а сейчас они в этих там тюбетей как бегают по горам и вдруг какие-то пацаны тут вылезли да понятно что наверняка там искрить тем более что если бы они сказали вы давайте там с нами договаривались мы тут главные по афганистану они туда интегрируются гим мы об этом и говорили что раз почему потому что подрастает молодое поколение которым тоже хочется быть кем-то там шейхами какими-то а как им стать когда уже здесь сидят социальный лифт такой не работает поэтому хочется работать от игил ну естественно будут определенные противоречия и если они эти противоречия раскручивают то конечно это серьезная бомба в информационном мире очень серьезная бомба воскресенье почти после пятилетнего перерыва туринская плащаница была снова открыта для всего общего обозрения в главном католическом храме и этого итальянского города прозвучало как вопрос из телешоу надо угадать город тут урин конечно зачем ты сказал может быть тот не угадал как же не угадает не ну а как но не факт что она в турине должна лежать название этому всех понимает шутка но а почему 5 5 лет я не показываю ну не знаю что там проводили какие-то я так по ним элементы 5 лет эксперимента на вины заворачивались да она она свое время там лет 700 назад ты помнишь горела же там монахи обливали положили в ящик надо в этом в раке вот и в ящике в этом была в металлической вот они поднимались туда на купол и лили воду на этот ящик и вот я насколько помню лет наверное двадцать пять может быть больше провели эксперимента радиоуглеродный анализ который показал что туринская плащаница не может быть плащаницей спасителя потому что ей там тысячу с чем-то лет меньше да и наш пожарный эксперт из москвы он каким-то образом добыл материал которым 2000 лет то есть времен иисуса христа такой же хлопок там или что и еще она сделана ну вот и провели радиоуглеродный анализ 100 2000 лет потом этот кусок ткани заключили в металлическую фигню и создали условия как вот при том пожаре то есть там поджигали и поливали водой и после того как все произвели экспертизу произвели и оказалось что то следующий экспертиз дала такой же как вот с туринской плащаницей что материалу тысячи там чем-то лет привет в это веришь до верю абсолютно тяжкие такие это официальное заключение вот это не знаешь кто это кто этот человек и этот человек не могу тебе фамилия сейчас у не помню мне ну понятно я веду ты чем мы его не знаем как орден по русски получил а он был потому что доказал то что папе надо что он был ведущим экспертом в этом пожарном нашему россии советским так и раз не убедительно на мой взгляд совсем не убедительно это для верующего человека этого достаточно для человека атеистического или агностического склада да это это нелогично это притянута за уши я тебе говорю со своей точки зрения это притянута за лишь я я не буду с тобой спорить но я могу могу сказать и изображение лица его тоже притянута за уж ты же понимаешь да не знаю ну так не не могло на отпечатать если его на на лицо накладывали она другая форма должна была быть ну наложить что-нибудь мокрое и ты увидишь верую ибо невозможно в этом смысле да конечно а как же ты ходи какой логики ты бы хотел чтобы лицо христа отпечаталась именно таким раз у нас лицо любого бомжа да зачем зачем тебе если ты веруешь зачем тебе вот этот эксперт наш руб не абсолютно людям мне меня вообще он совершенно они верующим это не не дает ничего мальцев как ты можешь быть патриотом если поддерживаешь хунту украины я не поддерживаю никакую хунту я против того чтобы русские люди украинцы убивали друг друга у меня нет иллюзии относительно украинской власти вообще никакой иллюзии но я считаю все равно ее более человечный более менее злодейской и более легитимный чем власть путина в россии на этом прекратим эту херню ватну отчетаем говоришь он на зарплате сидит не ну я просто вдруг люди какие-то зашли которые не понимают вот вы нам лучше ватники напишите какая у вас зарплата вот по чесноку нам просто интересно сколько вы зарабатываете да вот да кто-нибудь написал бы интересно потом же да надо будет как-то содержание ваш тюремное снова не сильно в калориях потеряли да нигерия поразит поразил новой смертельной болезни проверка показал что это не вирус и было 18 человек уже умер до продолжается это дело уже больше чем 18 это то наверное вирусы откатывать но да какие-то вирусы мы говорили что возможно какие-то серьезные заболевания пандемичные и вот отказывают зрение головная боль потеря сознания потом смерть и вообще от заражения до момента гибели меньше суток проходит то есть вот как то помнишь то поветрие было которое в средние века там до 100 миллионов утащила все считают что это была чума но сомнительно да то есть вот у всех возникла легочная форма чумы все за три часа стали уезжать на тот свет ну может быть где-то и была чума но вот что-то пандемии которая в европе была что это не чума какой-то другой поветрия сто процентов но не стану близко к этому вот какая-то болезнь сейчас с точки зрения коммуникации конечно люди быстро разлетаются но то же время все равно хорошо что быстро все разрешается понимаешь то есть очень маленький инкубационный период и до так сказать разрешения на сто процентов смертью заканчивается проходит менее суток то есть достаточно локализовать на сутки и все все кто надо выжил все кто не надо не надо если инкубационный период несколько для если три недели представляющий потом вот такая вот рубка это конечно было бы страшно ведь вот это и похоже и это сходится что это ну как кто-то проверяет оружие потому что просто можно закладывать как раз очень короткий инкубационный период вообще-то это нонсенс до чтоб так быстро они развивался без поддержки генетиков и риологическое оружие это идеально забросили там всех умерли все а снаружи все нормально пошел на верли кораблями трупы собрал и и живи так время у нас полтора часа сейчас я посмотрю тут у нас ну вот можно тут закончить несколько таких вещей интересных у нас есть во-первых жерард депардье станет военным летчиком он будет играть летчика фильме про эскадрилью нормандии неман мне кажется пародия представишь мужик который весит уже почти 200 килограмм будет и и старый при этом будет играть молодого худого летчика и каким образом они собираются его в кабину як-3 засунуть вот у нас як-3 в музее стоит ты видел какая там кабина вот такая малюсенькая туда еле-еле влазили и туда засунут депардье это будет как с путиным будет его спрячет на неделю а потом покажут другого депардье который легко будет залазить в эту кабину у нас так так что депардье беги отсюда пока тебя двойником не из-за меня депардье я так понимаю что уже убежал мы уже свалил да он игрался говорят что он отказывается от гражданства российскую не знаю насколько это правда но что он решил поселиться в бельгии они в грозном где ему кадыров ударил квартиру это точно хотя он рассказывал что ему очень нравится в грозне даже представляет как это было бы вот он там наверное один день пожил там приехал кадыров за ним приехали его муки р и потом еще какие-то потом мэр потом пр потом еще кто-то как про шаляпин писал почему он из россии то уехал ну потому что приходили все большевики и заставляли его по ночам петь потому что но они теперь новая власть царь не мог позволить себя заставить шаляпина петь да а любой любой хер да вот этот шариков мог позволить поэтому он уехал поэтому я представляю как только он приехал грозном пришел кадыров со своей шатей братья искал давай бухая сейчас тёлки все дела ты узнаешь наш кавказское гостеприимство но также был про земляного ухо потом с пояс пляши и чего-нибудь ну как обычно да ты артист или ты кто вот так вот тут водолазы не обнаружили тонны серебра на 50 миллионов долларов на потопленном корабле в атлантике значит вот серебряные монеты который везли из мумбаи великобританию из бомбея так понимаю один корабль взорвался там золотыми слитками вот серебряными довезли до атлантики там немцы потопили и теперь на 50 миллионов они умудрились вы еще не достать нужен уже достаточно много я так понимаю достались глубины 5150 метров представить здесь подводную лодку со 100 метров достать не могут они с 5150 метров достают вот такие молодцы нас стану на 100 метров а у них на 5 тыс да не утону мне скажут люди вот сейчас мне скажут да ну там как бы курск утонул он же не золото было здесь там вот за серебром полезли я от вам граждане что могу рассказать вот за время сталинградской битвы официально на волге погибло 204 судна и парохода 204 я получал к министерству обороны по моему запрос официальный ответ я спросил у министерства обороны кто список не дайте погибших чтобы могли увековечить их память они мне ответили к люди были гражданские поэтому министерстве обороны таких сведений нет а уж в других министерствах тем более поэтому это никто не забудет пока не зарыт все значит нет таких людей вот есть две двести четыре парохода и судно которые затоплены были в результате боевых действий вот места их гибели четко мне указали прислали бумажки с местами гибели я пытался людей спроводить чтобы кто-то понырял там поискал чего-нибудь понимаешь как какие-то артефакты связанные ну для музеев связаны с гибели никто вообще не захотел не то что на пять тысяч понятно что там из большая часть конечно это танкеры какие-то суда переоборудованные в боевые но там есть и трех палубные те на которых проводили эвакуацию банков и ценностей из сталинграда даже туда никто нырять не хочет вот в чем дело представляешь парадоксальный совершенно ситуацию пусть вообще никому ничего на не надо в этой россии как хоть люди ну да там серебро они там ныряют за ним на 5 но не ныряют я имею ввиду пытаются достать с пяти километров а здесь с 20 метров никто достать не хочет у всех все в порядке было и вода мутная вода мутная да это просто парадоксальная ситуация настолько никому ничего не нужно я удивляюсь а когда тут нужно тут ты же понимаешь что-нибудь откопает да туда хорошо если они что-то отнимут а то мог ты посадить я согласен с тобой держ погон фашистский пойдешь на 20 лет парню нашли самолет и 87 затопленный ходили ходили там и так и будет бросить скальку на там сейчас будет мы его поднимем потратим стоит у нас его отнимут сто процентов ну как ну и нафиг он все вот он там лежит под водой никому не вот в англии продана посмертная маска сталина причем за пять с половиной тысяч долларов на аукционе представляешь за пять с половиной тысяч посмертную маску сталин продали я бы на единственное нет их несколько штук ну все равно на все равно я я обсуждал очень такую сумму купил даже дороже купил кому-то повезло интересно вот так вот такой артефакт который точно не будет дешевле так давай на вопрос отвечать что ли уж время народ разбежался нет смотрит вот этих специалистов невозможно слушать я сам моряк но что-то это печки бряк печки вряд ли если ради бога явно нити я я моряк раз я могу эти сведения опубликовать где где только кто лежит тут затоплены не вопрос ныряйте мы наверное сказали чего-нибудь не так наверное не компаса компас мы наверное сказали и он из-за этого ним не может слушать мы по-моему ничего вообще про морское дело вообще не говорили да мы говорили о поднятых пришла здрасте к теме а с пальцем в 2008 9 они были а куда мы забывали нажимать а они были пропущены на свободный рынок я так понял для пробы потом писали списка один страшно продуматься какой целью ну как с такой с такой же с какой и все остальное сейчас почему борются со спайсами в россии уж понимаете потому что они стали преодолевать количество то есть побеждать героин они стали спайс и то есть люди роще даст торгуют героином всю жизнь власть имущие прекрасно у них налажен наркотрафик они получают бешеные деньги и вдруг раз а спас оказал что нужно собрать где угодно там черта 1 1 1 смешал и какой-то хрен который вообще тут только там на третьем курсе в химическом учиться может его сделать понятно что с ними стали бороться это бизнес отрывает я помню тут какие черти придумали синтетические наркотики они в шаханах работали химики их приезжали они в гаражах что-то там компоновали вот получал синтетический наркотик идеальный обезболивающий то есть обезболивающий препарат который значит не имеет но тех последствий которые имеют наркотический препарат то есть более такой как бы сказать щадящий да так вот не дали и утрюмовали это понятно но мы просили чтобы им дали хоть там заниматься чтобы они могли в медицинских целях создать препарат обезболивающие для умирающих потому что мы предвидели что онкология будет зашкаливать ничего не дали то есть все этих людей я не знаю где может где-то сидят у кого-то там на даче работают так вопрос чего вы взяли что народ будет бороться с властью мы люди подневольные будем служить своим хозяевам до скончания веков они люди умнейшие если надо будет жить без еды тепла значит так надо а мы не взяли что народ кто же вам сказал что народ будет бороться с властью народу народу и не надо бороться с властью мучительно припоминаю когда ты это говорил ты никогда никогда не говорю никогда не агитировал народ бороться с этой властью я всегда знал что для борьбы с властью есть определенные специальные люди даже у индусов даже есть вот сегодня мы говорили про индусов есть четыре касты да то есть есть шудры это тело то есть ну там пожрать выпить там потрахаться есть ваще это купить продать там и так далее есть кшатрии это воины вот они как раз ворются и есть брахманы которые думать должны то есть должны думать эти должны воевать а все остальные понятно что должны тяглого нарыть никто никто тягловый народ не агитирует воевать зачем там никто не агитирует власть сбрасываться для этого есть брахман и кшатрии ну будем их по-другому как-то мы называть у нас суть то она не меняется она всегда одна и та же у руила даже тоже утопии там великие страсти разгорались только вот для верхушки вот конечно для тех кто вы народ никто не трогать на эти там работяги работают ради бога в человек и их никто и ни во что верить не заставляет здесь конечно плохо их во что-то еще заставляют верить а так-то вообще народ пока мы сможем научить народ как бы быть народом они вот этой вот тяглыми силы там шутерами вальшими и так далее должна быть какая-то сверх идея вот конечно это время дала космос на примере революте идеи еще и время должно какой-то обновиться понимаешь нужно еще 40 лет по пустыне их поводить как моисей для чего для того чтобы произошло это обновление но нас и это устраивает когда как вы с ними будете делать да не собираемся мы с ними ничего делать зачем вот нужно сейчас они кричат ура путину у не будет путина будет кто-то другой мальцев будет айбут кричать ура мальцев ну и нормально нам чё нам нужно решать наши вопросы нам нужно решать чтобы у россии было будущее нас вполне устраивает вот это вот как бы масса биомасса из которой мы будем что-то лепить не то дерьмо который лепит путин а что-то что мы представляем более так сказать человечным более нужным и так далее посмотрим что получится так так вячеслав почему до сих пор почему до сих пор школах не контролирует насилие не свой только минимум либо не искореняют на корне проблем большинства школ спасибо это это проблем не не школы проблема всего мира информационный мир да конечно имеет темную сторону магирине в этом отношении права только она про террористов говорит так далее а на самом деле человек получает не дозированное количество информации мозг человек готов к этому как его подготовить мы может быть узнаем через сто лет может быть через двести лет так далее ну то есть когда набьем шишки сейчас у нас детские болезни общения с информационным миром мы должны пережить прежде всего уязвимы те кто не достиг 14 летнего возраста к сожалению избавиться от этого невозможно никак это детские болезни ими придется переболеть все то есть что тут здесь можно конечно там в каждую школу поставить по пулеметчику может быть даже и нужно в каждую школу такого пулеметчик поставить там еще четко но как бы все равно эксцессы будут и будет их много этих эксцессов никуда не денемся когда вам будут чесать что вот посмотрите 80-е годы там этого не было а теперь она вон как конечно потому что тогда не было информационного мира в том виде в котором он есть сейчас спасибо спасибо до свидания